лампочка лампочка это лампочка лампочка ребят привет вот так бывает знаете вот вот хочется хочется еще поиграть в охоту спасибо что свет выключил принципе не видно лампочка ой это лампочка ваня это лампочка лампочка тебя слышу сегодня чисто позависаю в чатике и хочу поохотиться лампочка валька че света но включи свет там ключ джим привет да ладно вот вот уже запустил я тут мэй джилл джек приветик котейка 2007 какие моды какие моды у меня все только с клуба творчества джим привет джонг привет а ваня читает да читаю мы первые ребят сегодня спокойненько у меня на этой игре в основном никого нет ребят так что можно будет пообщаться усатая колбаска привет еще интернет далее тут неожиданно стримчик да сегодня кстати сегодня неожиданно потому что и второй стримчик провожу мне мне хочется поохотиться с вами поболтать вообще ваня света музыку делает вот я никита плей привет ужас ваня осторожно там бегай охота 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 кстати на прошлом стремени как раз и стримил что-то мне жарковато все-таки пальто это после тайги тайги я где мне нужно кабанчиков добыть трех кабанчиков с помощью лука прекрасное задание прекрасно это принципе все равно где я думаю вот здесь здесь мы их возьмем тут довольно много кабанчиков полетели переоденемся наталья извини поставила тарку направо ты за текста ничего не видно ну может быть может быть чуть попозже поставлю спасибо совет гравт гейм привет давид здорово железо прокачать надо высотая колбаска прокачаться я кстати пытаюсь себе бицепс прокачать знаю вообще так знаете осторожненько вань не балуйся мне с гантелька 14 килограмм помню когда неделю назад потягал сколько три подхода по 30 раз и нормально на следующий день а вот недавно опять же сделал три подхода по 30 раз и нифига значит нужно делать больше а вы такой знаете дрыщ дрыщом так дайте ка сейчас инвентарь посмотрю что у меня тут а у меня тут как раз луки арбалеты все на луке заряжено хардкорный лук арбалет ну в принципе нормально но единственное что я все-таки поменяю одежду жарковато нет вот давай возьму такую что тут у меня кстати кстати что тут у меня с вань не ломай там ничего пожалуйста не ломай стрел у меня есть 50-30 и на лук на лук кстати 15 штук надо взять чуть побольше 15 маловато потому что сейчас на нас хардкорным луком хотя на кабана наверно с простым что больше бонуса было это прицелом на шерлоки и приманки на лося лося тут нет кабан кабан в основном и косуля бродит вот так вот сделаем ну еще благородный еле поместилась нормально нейтрализатор а у меня еще палатка с собой вообще шикарно кстати сколько у нас времени сейчас 1705 но принципе это ночное животное нормально как раз к вечеру выбираться вань что ты с микрофоном очень тихо это может быть игра очень громкая если очень тихо микрофон я могу сделать чуть громче не помню какую сторону ваня ваня не надо микрофон ронять вот такой не надо его ломать и не вот всем внимание так хочу сломать микрофон нет 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 нельзя микрофон микрофон уже честно раз один раз уронил такой ой нет мой новый микрофон 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 кстати где-то уже опять поцарапался ванечка я могу сынульку благородная войди сюда вот такой вот такой вот красавчик помаши ручкой всем привет да иду иду на кабанчиков на кабанчиков с лука охотится Артем привет мистер Ярик привет эльдар новичок вау это охота эта игра не для всех это знаешь опять опять залез на давай два ваня собрались сегодня на охоту вот так вот тазар даешь программы какие программы ты о чем да нормальненько местечко сейчас выберу закат природа красота звание шаттоп доброго вечера константин ну привет никита play там вымахал вообще такой большой давайте присядем я никуда не спешу на меня кто говорит на меня на маму поцарапался вот недавно поцарапался давай не найдет где поцарапаться это я найду ау нет ваня не надо папа лупить это плохо так нельзя делать нельзя так ну что ж я вижу уже какой-то след лампочка 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 здесь водятся кабанчики так что будем будем звать сейчас сейчас ваня довольно неплохая позиция хотя не очень вот я вижу маленькую маленькую что это сосна просто такие ваня лампочку не трогай вот здесь нужно к вас и спрятаться меня не будет видно вот отлично а не ваня ваня не класса пожалуйста а не нет 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 не надо не надо лилуша лей привет спасибо ужас а не понимаю слушай а сколько еще отсылок на шестый цвет еще много мистер ярик что это хрустнуло а что это у нас за икота такое ощущение что кто-то подкрадывается ко мне мне кажется или это просто я какие-то новые эффекты просто было обновление недавно глобальный патч вышел как добавляются какие-то новые звуки ваня так нельзя делать нельзя любаша привет q дима они недостаточно мудро да ладно ладно пока тут никого нет пойдемте чуть дальше ну тут водятся кабанчики лебеки торин спасибо привет ой 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 как солнышко садится темнеет так что это у нас за следы интересно по моему это кабанчик по моему он самый нет это косуля обломчик ну ладно тут у нас кукурузные поля они любят это место ваня не трогай пожалуйста этот коробок не трогай это сейчас завалится конструкция ваня уже настроил хромакей прозрачный салта то не трогай сейчас я тут спрячусь никого не видно пока что за игра димон это ханта зоо природы очень крутой симулятор охоты но ты не для всех знаешь это чисто игра для души ооооо какую штуку ты достал так ваня то не трогай пожалуйста майкл жетт лучше фусрада тут особые спасибо тут тут особые крики я кого-то слышу ваня ваня подожди где-то подбирается ко мне дичь ваня подожди нету не трогай ваня черт я не вижу я слышу но не вижу не 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 ваня нельзя то да где она черт не тут еще видно ваня 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 очень похоже кстати на косулю но могу ошибаться просто косуля бы уже что-то что-нибудь крикнула а вот кабанчики подходят кабанчики подходят их тихонечко ну вот черт наверное меня заметили уже убежали все спят наверное наверное потому что это у меня сейчас уже пол девятого по московскому времени тоже пол десятого чуть далее сейчас уже наверное 12 часов кирилл и фатов привет тимоха а хочешь на кабанчиков с лука ну наверно тот зверь меня увидел и убежал ладненько пойдемте дальше пойдем ребят дальше на поле лучше не выходить потому что бич тебе видит сдалека ты ее не видишь но ваня так вот и оставь тест 5 skyrim просто захотелось еще в охоту поиграть такое иногда бывает но это не fallout 76 я тут долго не зависаю максимум до двух часиков а сегодня наверное вообще полтора часика чуть поохотимся и спать это че следы ваня не открывай сейчас посмотрим охота она самая она родимая охочусь я сейчас на кабанчика благородный олень боже мой тут обычно кабаны сейчас косули благородные олени и по заданию у меня с лука но я буду брать не на этот лук не на гнутый а на спортивный потому что там стоят стрелы на троечку а я с лучшим бонусом возьму все таки на двоечку кабанчик это двоечка ваня не ломал чужой телевизор мы просто зала забрали телевизор сюда такой большой ну как не советский но из старых моделей а туда поставили свой а этот сюда и ваня его обкатывает ладненько давайте пройдемся чуть дальше привет горе охотник хината почему горе охота это понимаешь это не значит на кого-то поохотиться если ты выбрался на охоту это уже уже говорится ты уже победитель это как бы спор бывает что ничего не попадется а бывает даже очень много призови пепельного стража можно повторить вопрос конечно у него можно все он бунтует он играется а тут что опять же благородный где все кабаны бились маму на помощь зовешь открыть сейчас холден привет холден кросс холден кросс холден кросс холден кросс ваня чуть-чуть не хромакей подправил фар край играл но как-то не зашло каждому свое кому-то то нравится кому-то то добудьте 3 кабано с лука нет не сильно удобно надо чуть повыше вот здесь тут благородных и смотрю несколько прошло наверное где то вот здесь я сейчас спрячусь и будем звать звать кабанчиков тут такое место классно что сразу несколько полей мы захватим вот тут я спрячусь надеюсь там спереди никого никто не слышит чёрт что-то не сильно я спрячусь пойду в те кустики забреду вот вот так отлично федор привет ваня когда нестандартно прохождение нестандартно прохождение думаю будет уже на следующей неделе надо будет сделать еще парочку реклам прейчик да скоро очень прей хочу дальше продолжить классно тщусь да ладно я наверно сейчас всем отвечу миша кстати привет жду прей будет будет ваня у тебя классный нас спасибо сарказм а мне ночь покушать принесли крутяк я честно говоря сам очень люблю ночью покушать хотя знаю что это вредно это очень вредно это очень-очень мне помню мужик травил боже мой когда ты ночью ешь то та еда которая попадает тебе ночью в организм она как бы не перерабатывается там почему да потому что ты засыпаешь и желудок не работает на все сто процентов в результате она там бродит и как-то неправильно перерабатывается я ему такой говорю слушай ну я ем ночью уже наверно в течение 20 лет и как-то ну так вот нормально дрыщ дрыщом хотя классно быть худым знаете ешься подряд пофиг не боится за эту диету и все такое не капсин дан дарк привет дон кихот приветик дело классно вижу второй стримчик сегодня бегал fallout с джейденом мы конечно ой 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 я вижу 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 кажется кабанчик мог отсюда зайти они тихонечко подходят пробежал пробежал там кабанчик по моему еще один вижу еще одного чисто спину вижу давайте вам увеличу чтобы тоже а вот видите вот 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 давай возьму бинокль нам нужно целых троих взять вот он ушки ушки выглядывают а есть ребята которые подходят и уже намного ближе черта не пойму где он тут кусты довольно большие просто они любят еще обходить и ветер неудачный ветер в их сторону прикиньте и начинает дуть как раз в том направлении они меня заметили учуяли запах вот черт побаиваются подходить потому что давай 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 подойди вот видите вот гады уходят 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 не срочно нужно их звать так у меня были вкусняшки у меня по моему вкусняшки были для кабанчиков вот это приманочка там я нигде не спрячусь давайте пока ветер еще удачный он видите вот тот меня обходит вот тот услышал услышал и те услышали один убежал убегает черт просто если один убегает могут все убежать как бы стадные животные не все сообща как дико природе вот черт ладно давайте звать если не отбежали это не значит что все уже потеряно охота этого ожидания друзья ждать не торопиться но иногда конечно нужно действовать очень быстро нужно обойти чтобы не по ветру и они сейчас развернуться на ногу не работает на 200 метров я его прокачивал мочи его ваня привет сушноса привет привет спасибо тебе первый раз ну с первым разом тебя добро пожаловать сегодня конечно не скорим не топовая игра лисичка нас заметила черту кабанчики возвращайтесь я вас прошу они еще водятся знаете в таких вот местах где заросли где много травы и кустов они любят такое это специально их так размещают такой местности где они тебя заметят очень быстро ты их можешь не заметить не знаю но я люблю охотиться на кабанчиков многие ребята знают лисичка следит за мной как в жизни лисы за мной следят давайте приманочка попробуем не палатку не будет поставить это запах они его любят и просто ветер ветер гад меня подвел мод 1 в youtube ваня привет дочного стрима посвятой красивый сет брони легкой для странствий красивый легкий но сразу это соловьиная броня сразу очень красивая легкая и очень мощная возвращаются ребят возвращаются по запаху идут вот они красавчики кстати туда троечка за троечка я могу много получить но мне сейчас единичку нужно подбить вот обходит 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 кстати мы довольно классно спрятались максимальная степень пряток вот он идет изучает подходят они лишний шум не издают они очень осторожны но я могу подпустить еще поближе или же давайте брать черт нужно брать есть убежали там еще двое как раз то по квесту мы их возьмем нужно сразу их звать потому что если мы охотимся с лука то уровень страха не велик то есть они далеко не отбегают в чем преимущество охоты с лука если бы я бил там с ружья или с винтовки они убегали намного дальнее ой-ой-ой серебро слушайте так у меня бонус заполнен я недавно охотился это классно это очень классно ладно давайте подойдем сейчас вернусь в чатик ребят просто нужно довольно сейчас наверное пройдем это задание надеюсь что пройдем и я выставлю день потому что на кабанчика лучше охотиться ночью они более активны ночью это ночное животное и днем их обнаружить довольно проблематично вот неплохое местечко только конечно дерево это мешает плохое неплохое но плохое а там будет то дерево мешать да ну да там дерево мешать с ветром все хорошо черта классный кустик но ладно я думаю этого обзора мне хватит давайте еще одна запах 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 вань какое оружие по советуешь skyrimi ну это в зависимости какой класс для у тебя нету звука сочувствую дробовик да тут топовое оружие белоси добавили дробовик сразу с винтовкой прикиньте идут 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 класс запах и звук делает свое дело делает 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 вот двоечка бежит бежит а вот еще один как раз для нашего задания еще два кабанчика осталось еще погодите я кого-то еще слышу это с какой стороны подбираются у черт порядок а тут не убежит потому что он далеко он что-то увидел услышал но за счет того что ты с лука он не убежит далеко классно ой классно давай иди сюда и вот говорится еще одно преимущество то есть если дичь на большой дистанции друг от друга и ты кого-то завалил а вот еще один я вижу можем это там еще три ходит да я знаю тут очень много кабанчиков почему звука нет не знаю почему между мы знаем сатай колбаска любаша а я вот любаша за двуручника как-то особо не играл вот только в супер легендарном начал обычно у меня лучники магия рыцарь щит и меч еще хотел бы пройти за берсерка когда знаешь в одной руке например два меча или два топора за орка это хардкор или ты кого-то или тебя особенность ты играешь на выживание черт что-то те так особо не спешат подходить так боязно осматриваются и побаивается а вот вижу вижу это с более смеленький вот видите ушки светятся сейчас вам покажу не тот что чуть далее вот он вот он красавчик он там еще один то наверно троечка да не двоечка нервничает нервничает так 25 метров в принципе это довольно пробиваемая позиция потому что лук лук бьет и на 30 метров но лучше конечно подпустить потому что траектория стрелы будет другая совсем другая давай я наверное сейчас еще позову ну давай 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 просто не хочу запороть последний кабанчик остался я думаю нужно брать есть есть все все дорогуши разбегайтесь ой 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 этот нападет нападать где он это у них предупреждение черт не вижу где он бежит или убежал вон он вон он вон он идет этот будет нападать сейчас смотрите уже не будет уже не будет дождик начался серебро не давайте возьмем этих двоих дело вкуса там предупреждает но все прошли это задание треслер восемь с помощью лука на изи все трофеи серебро денежная награда четыреста и девятьсот шестьдесят три отчета медведину денежная награда на народа за использование лука не больше воин заходит кай кассе кейдж привет миша кросс кстати это как скорее бланя там закатывает скандалы ладенько отправляемся домой давайте поспим посмотрим что там за следующее задание маг воин я тебе скажу лучших нет у каждой у каждого класса даже так есть свои преимущества 525 вопросами как оружие лучше всего на легкой броне для воин для легкой брони там ты знаешь это уже такой вот вариант но мне кажется что лучше всего конечно же это для лучника ну и в принципе если так подумать у воина с легкой броней есть бонус очень крутой который там по-моему на 50 процентов при полном комплекте восстанавливает выносливость то есть тамину и прикинь это будет очень крутость например в легкой броне очень быстро двигайся и ты например двуручник то есть для стамина очень быстро восстанавливается и не дает крутое офигенное преимущество особенно если взять там еще какую-то камень коня например это жесть так ну чтож что у нас там сейчас задание используйте лук еще раз но на этот раз ночью блин я еще подумал нужно нужно подождать нужно подождать а вдруг сейчас задание дадут ночью и тут дают задание ночью отправляетесь в риттерштейн не в любом случае нам нужно в риттерштейн и ночью это где это сюда черт я эту территорию знаю но не сильно знаю в плане того что как там с кабанчиками где не водятся тут это конечно будет более проблематично ну чё куда без карима ты какой-то уставший не знаю может так кажется есть мы уже тут ага добыть и двух кабанов с помощью sb-70 у меня же sb-70 по-моему у меня как раз то семидесятка да это sb-70 с помощью этого лука нужно добыть еще двух кабанчиков ночью ну что ж сегодня ночные задания значит сегодня будем бродить ночью только зря потратил деньги честно говоря потому что следующий сон уже стоит пятьсот ну честно говоря денег валом так что нормальненько боже мой как и сильно светиться буду ну конечно будет не очень приятно смотреть наверное я такой яркий ну что ж я думаю стоит пойти вот на эту вышку на более отдаленную тут просто такая местность похоже на кустарники и озеро рядом а кабанчики любят озеро любят воду тоже очень даже может быть что они будут там ночь с луком easy ну да ну да ну это классно когда на тебя не светят две лампы мне довольно контрастно и видно не очень комфортно честно говоря ночью скорее лучше игра ну да вопрос для всех какие требования у этой игры никита ну этой игры в принципе довольно небольшие требования и чтобы играть на ультра на ультра настройках у тебя должна быть по моему видеокарта двадцать семьдесят или двадцать шестьдесят по моему по родионовскому не помню точно тут просто очень гибкие настройки тут очень много настройки если ты играешь на ультра и ты хочешь видеть максимально красивую графику то нужна крутая тачка потому что у меня i7 процессор и 1080 Ti но у меня конечно не разогненная у меня самая самая дешевенькая 1080 Ti но она еще позволяет нормальные стрельники играть в данную игру но все равно иногда иногда видеокарта раскручивается это говорит о том что даже такая вот игра напрягает довольно таки практически топовую видеокарту ультра привет еще раз почему так тихо меня тихо слышно ребят тогда привет приветик олды на месте спасибо тебе в очередной раз ты просто уже очень поздно и вместо того чтобы учить историю я смотрю ламповый стрим с чашечкой кофе ууууууууу это лучший день в этом месяце �ien спасибо тебе спасибо за эту невероятную поддержку Да, сегодня чисто так, чисто все ламповое. Охота это игра, которая вообще не популярна мне на канале, но она мне нравится. Она мне нравится для людей, которые, не знаю, можно просто посидеть в чатике, я тут довольно много общаюсь, много обращаю внимание на чатик, и вы можете задавать разные вопросы, потому что тут в основном не спеша, ну сегодня ночная, честно говоря, думал дневную строю, но так как я иду сейчас по этой ветке, ну в любом случае там бы я не смог охотиться на кабанов, потому что мне нужно было охотиться на другой территории. Да, она не захватывается. Мы были вот здесь, а теперь мне нужна территория. Но проблема в том, друзья, что я тут не знаю, где тут водятся кабанчики. Можно сделать как? Так как это ночное животное, оно в любом случае может сейчас пить воду ночью, и здесь мы можем их выловить. Так что, сейчас как раз сюда подойдем. Черт, очень темно. Консголь, сколько? 400 рублей, спасибо тебе большое, огромнейшее тебе спасибо за твою поддержку, очень приятно. Так, там косуля, но если есть косуля, просто косуля, они, знаете, намного чаще издают шум. То есть, если вы просто идете и есть косуля на, по-моему, 200 или 150 метров, то вы их слышите. Есть высокий шанс. Вот у кабанов этого шанса, очень маленький шанс, что они издадут звук очень маленький. В результате, если вы будете просто идти или бежать, они просто будут разбегаться, и вы никогда их не подстрелите. То есть, тут сделано максимально похоже. Хотя, хотя вот я смотрю еще стримчики по классику. Боже мой, те ребята, че знать. Ого, да ладно. Нифига, это я с троечки в косулю, а она еще убежала. У меня, блин, так стреляно, просто то, что было под рукой. Еле-еле легкое ранение. Вот черт. Надо было вообще не стрелять. И вот ребята, которые там настоящие такие охотники. Ох, они их хейтят, данную игру. Плохая, не оптимизированная. Не, было тут много багов, но очень много сейчас патча выходит. Да, я, конечно, с фонарем. Он пришел на кабана, подбил косулю, которая еще убежала, а легкое ранение, то за ней можно пройти и километр, и два километра, и не взять ее. Давайте хотя проверим, есть ли тут кабанчики. Тут вообще небольшое озерцо. Вообще маленькое. Блин, когда луна выйдет? Просто когда луна будет выходить, это тут более ярко становится. Дичь, конечно, лучше забрать. Давайте позовем, может кто-то отзовется. Есть еще не большой шанс, что кабан может отозваться. Ну, очень маленький. Очень. Властелин, мы пока. Приходи потом. Все будет в записи. Легкая броня использует топор, Никита. Тоже неплохо. Холды. Я смотрю, что ты играешь в доту, когда ты плохое настроение, но я вижу, ты играешь каждый вечер. Да, в последнее время я его часто. Заметил, заметил. Ну, в принципе, те, кто у меня в стене, кто это видит. Да, бывает такое. Привет. Привет. Первый раз на твоем стриме. Очень приятно, Игорь. Литвин, привет. Первым разом тебя. Ночная охота. Одна из самых нерейтинговых. Стоп, 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 стоп. Черт, я даже не понял, где это было. Где-то далеко-далеко. Кто-то позвал. Ждем Луну. Сейчас Луна выйдет, станет более ярко. Нет одного дизлайка, это приятно. А то, как чуть Скайрим сразу все дизу ставят. Ну, не все, но есть, есть, по-моему, 10 процентов или 5. Я вернулся. Фану все рано. Да, у меня такой нежданчик. Дима, а что со звуком? Ребят, что у вас, плохо меня слышно? Роман, привет тебе. Александров, мне не жалко. Спасибо за лайк, ребят. Ой-ой-ой, погодите. Я кого-то увидел. Ой-ой-ой, четверочка. Лан, четверочка, ребят. Это золото. Это золото. Черт, только не говорите, что я не взял. Я рога не взял? Не, я взял пятерка. Лан, четверочка, друзья. Это золото. У меня, в принципе, все бонусы. Берем его на лук семидесяточку. И я пополняю свои ряды золотых медалей. Да раньше я как-то особо не парился. А сейчас для меня важно. Ну, давай, 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 давай. Вот он, вот он, вот он. Подбежал. Но обойдет ли он? Это уже совсем другое. Смотрите, какие рога красивые. Большие. Да, я помню, когда-то пятерочку провтыкал. Пятерочка это легендарный. У меня всего за всю историю всего лишь три легендарных животных. Всего лишь три. Они очень редкие. Они невероятно редкие. И, кстати, сейчас тут есть еще животные альбиносы. Ну, они тоже очень редкие. То есть, каждое животное может быть альбиносом. То есть, они полностью белые. И сейчас добавили специальные ячейки или ачивки. Ну, какие-то дополнительные призы за альбиносов. Раньше этого не было. Ну, то есть, они тоже редкие. И все, блин, слушайте. Я тут альбиноса за всю историю только-только увидел. Пострелил, а мне даже ничего не дали. Сейчас вот только ввели награды за них. Альбиносов, кстати, я тоже брал немного. За всю историю штук пять максимум. Черт, нужно обходить. Я, наверное, с этой стороны буду обходить. Потому что... Он, наверное, не обойдет озеро. Будет постоянно тыкиваться в него. Хотя... Опять скример. Какой скример? Звук, что ли? Пускай на вашем это будет крик. Тум! Тошако. Да, судя по всему, кабана тут нет. Пойдем дальше. Пойдем все-таки к Сиже. Сейчас я попробую взять... Это лань. Черт. Тут камыши очень высокие. Недавно подписалась еще на канальчик. Ребята в Таге живут. Охотятся, рыбачат. Блин, это жесть. На самом деле, как там все хардкорно. Вот именно... Они уезжают в лес и живут там месяц. Месяц-два. Они просто с нуля там строят себе какие-то избушки. Знаете? Это жесть, конечно. Такой образ жизни. То есть, то, что наловили, то и съели. Не наловили. Ничего не съели. Не, не берут, конечно, запасы. Но... Это, конечно, хардкор. Хочу честно говоря... Честно говоря, мой дядька таким хардкором всю жизнь занимается. Ну, как? Он, конечно, не в Таге. Он живет в Слоногорске. Такой маленький городишко. Он весь в лесах. Он рыбак у меня и охотник. Возможно, это, знаете, как наследственное. Вот у меня по-моему на линии дядя охотники. И все папы на линии тоже охотники. И мне это дело тоже нравится. А в детстве как-то, знаете, особо не нравилось. Сейчас он начал подрастать только. И в 32 начал подрастать. Да, все мы когда-то подрастаем. Да ладно, только не говорите, что он убежал. Не дождался меня. Не слышу. Я его слышу. Часто, кстати, тоже нельзя использовать манок. Животное пугается. Прикиньте. Где-то подбежал и встал. Господи, вот он. Вот он красавчик. Но мне нужно взять его сразу. Если я не сразу его возьму, я потеряю золото. Какая дистанция. 22 метра. Должен взять, друзья. Должен взять. Да. Там еще благородный недалеко. Это золото, друзья. Золото. 821. Счет 950. Это идет бриллиант. Четверочка. Уже не зря. Ваня такой душевный человек. Приятно, Никита. Леон, привет. Леон, привет, привет. Олды. Ваня, сделаешь что-то с микрофоном? Он очень тихий голос. Очень тихий голос. Очень тихий. Как сделать чуть громче? Раз, два. Погодите-ка. Тут еще благородные подошли. Благородных бывает... Я, по-моему, не поставил монофна благородного, ребят. Позиция, кстати, классная, что... Мало кустов. И вот... Вижу, вижу, вижу. Не вижу. Прям в кустах. Ну, давай, выбирайся. Ну, это, по-моему, девочка. Кстати, обновили. Теперь лежа. Ты прицел держишь вот так вот ровненько. Нет, это девочка, в принципе, пускай бежит. Беги, родная. Беги. Пойдемте. Мы, кстати, недалеко от вышки. Вот она. Сейчас можно так пройтись. Микрофон погромче. В принципе, я попробую вот так вот сделать. Это, по-моему, потише я сделала. Да? Раз, два. Раз, два. А вот так вот будет чуть погромче. Ну, вроде как сейчас погромче должно быть. И... Оцените. Ваня, ты был на реальной охоте? Конечно, был. Властелин. Мы... Было очень часто в детстве. И с отцом ездили, и с дядькой ездили на охоту. И... Ну, с отцом мы в основном ездили. Или... Кабан. Тут есть кабан. Тут есть кабанчик. Отлично. Ну, что ж, пойдемте. Пойдемте, друзья, на... Сижу. Не надо о конфликте. Да, не надо. Мы уже, в принципе, разобрались. Я, конечно, был чуть в шоке о последних... О последней информации, которую озвучил Теспан. Он мне тогда и говорил, что ты охренеешь. И самое интересное, он говорит, что это еще не все. Самые цветочки начинают только выплывать, оказывается. Я не знаю. Я говорю, слушай, наверное, хорей уже и так хватит. Не знаю, что он подумает, что он сделает, не сделает. А на охоту мы в основном ходили. Это на утку. Это на курочек. Боже мой, как я обожаю диких курочек. Так, ребят, это невероятно вкусное мясо. То есть, понятие цыплята-табака пошли изначально как раз-то из-за диких курочек. То есть, она маленькая, она помещается как раз на сковородку. Но это просто объедение. Я уже не раз говорил, что как бы птица делится на три класса. Первый класс это городской. Это та птица, которая там на шарябе, знаете, все покупают. Ее там кормят. Это бройлерные ножки. Это как бы третий класс. Я считаю, ну то, что я пробовал. Второй класс, он чуть повкуснее. Это домашняя птица, которую дома кормят. Это не бройлеры. Они не такие вот пухлые, но они более вкусные. И третий класс это дикое животное, дикая птица, которая очень вкусная и самая вкусная вообще. Дикая утка, дикая курочка. Цыплята-табака, ребят, это просто пальчики оближутся, если будете пробовать это. Ты когда пробуешь эту курочку, ты понимаешь, господи, я всю жизнь ел не то. Не, ну не спорим, можно такую курицу приготовить очень вкусно, но... Поверьте, Тимофей Соколов привет. Не ванечте, за игра куда донатить. Ну если прям прям хочешь донатить, снизу есть ссылочка. Игра это симулятор охотника. Лучший симулятор охотника. Ханты, зову природы. Она из Стимии. На неё сейчас... Благородный. Ладно, что это, я сюда выбрался, я никого не зову. Ещё что-то жду. Круто было бы, если бы оттуда кабанчики пришли. Кстати, стало светлее, по-моему, луна вышла. И давайте приманочку ещё кинем. Энди, нет, неинтересно, что за Энди. Глеб, доброе утро. У тебя же утро, да ладно? Да, ребят, в описании название игры, если более подробно, зайдите, почитайте. Это лучший симулятор охотника. Да и природы. Но сейчас ночная охота, так что простите. Я тут как бельмо на экране. Извините. Вань, куда секреты скорее маскидывать? У меня есть почта в описании основного канала. Ладно, пойдём, наверное, не на кабана поохотимся ещё, потому что слишком много ночной охоты. Есть кони. Отправляйтесь на поля Петерсхайне. Добудьте трёх разных видов животных с помощью пистолета или револьвера. Ага, поохотиться с пистолета предлагает кони. Ну, то есть нам нужно взять лань, кабанчика, лисицу или благородного. Двух кабанов. Тут тоже ночью. Опять же ночью. Вот. Добудьте косулю. Ста метров или дальше использую винтовку калибра 243. Классное задание, кстати. Если сейчас не будет, наверное, мы его и возьмём. Потому что... Чёрт, мне сейчас как-то ночью охотиться. Да и вам не сильно комфортно, наверное, смотреть. Ваня скажет, ты с Глебом дружишь? Конечно, дружу. Ну, просто сейчас мы очень редко общаемся. Кто-то подходит. Я не вижу, где. Кто? Вы кого-то видите? Косуля. Это косуля, ребят. Ладно, давайте ещё позовём. Буквально 2-3 минуты подождём. И пойду, наверное, с винтовкой я охотиться на косуля. Только днём. Да, ребят, давайте не будем о этих конфликтах. Хватит. Уже все наговорились, все на друг друга поругались. Я думаю, с головой хватит. На самом деле, всё-таки, если так рассуждать более логично, то если бы Ксения сделала один видосик на меня и не просила других ребят, то мне кажется, изначально этим всё и закончилось. То есть она, в принципе, сделала видосик. Там поставили все лайки. Очень много лайков. Немножко дизлайков было. Не так много, как я сделал видео. И на меня куча дизлайков. Там больше дизлайков, чем лайков. Прикиньте. О, да нет. Это ещё туман. Если бы она тогда сказала, стоп, всё, то это бы всего не было. И всё. Да нет, ушки. Смотрите, это издевательство. Ещё туман пришёл. И косуля тут. Ну, привет. Ладненько. Полетели. Полетели, возьмём. Я, кстати, знаю, вот здесь довольно много косуль водится. Вот здесь. Полетели. Давайте. Хватит ночи охотиться. Днём. Днём, днём, днём. Это уже как-то напрягает меня. А с Глебом мы переписывались недавно. Мы летом переписывались, и всё. Он же сейчас ушёл со всех соцсетей. Вконтакте его нет. Я в основном там сижу. Он сидит только в основном в Инстаграме и Фейсбуке. А там я, конечно, не так часто зависаю. Так, ну что. Нужно взять с помощью 243-го калибра. Давайте возьмём данную винтовку. 243-й. Я, наверное, положу на место вот эту вот штуку. И 243-я. Для неё я возьму всё-таки длинный прицел. Самый длинный возьмём. Арбалет уберём. Арбалет я вообще... Болты убираем. Арбалет мне нужен. 243-ю. Вот, 243-й. Довольно слабенькая винтовка, но она довольно точная. 78% точности. Это очень неплохо. И патроны. 243-й. У меня так чуть-чуть патронов. 2626 патронов. Дело в том, что они там бесплатные. Я помню, когда-то накупил бы пидище. 243-й. Да. Давайте поставим сразу её на быстрый доступ. На единичку. Боеприпас. И... И длинный прицел. Всё. Вот так вот выглядит данная винтовочка. И пойдёмте. Раннее-раннее утро. Довольно-таки туманное. И мафии есть. Что есть? На инсту. Кстати, да, я тут ещё не добавил. Как бы найти меня в инсте? Можно зайти на мой основной канал. Там в описании ко всем видео есть ссылка на мой инстаграм. Я тут тоже добавлю со временем. Астерджен. Привет. Ли-бе-ки-то-рин. Здорово. Привет. Да, завтра будет... Мот. Завтра будет новое видео. Приготовил. Очень интересное. Выложу, наверное, в первую половину дня. И я человек упертый. Ай, барбаня, влетел просто. В комнату. На! Так, что это за животное? Чёрт. Я провтыкал. Это как раз-то может быть... Косуля. Вот, блин. Потому что их тут водится довольно много. Всё? Не откроешь? Может, мама? Мама, открой дверцу. Луга. Давайте посмотрим, что тут. И закрыл. Ваня, ну не издевайся. Мама! Ай, барбаня, какой у меня системный блок. Ну, достаточно мощный. i7. И 1080 Ti. Ну, не самая топовая. Так что... Одно из самых начальных. Это, кстати, лань. И, возможно, тут была лань. Ну, ладно-ка, пойдёмте туда. Там ещё поля. Это детские крики, да. Серафим, здоров. Лето в чате. Новый крик. Ваня каждый день новый крик изучает. И регулярно тренируется. Очень регулярно. Очень и очень. Давайте смотреть тут. Очень классно смотреть. Да что это? А, это кабан. Там кабанчик водится. Ничего себе. А косули. То, знаете, как бывает, то в косуле просто везде. Их дофига. То начинаешь искать, и нету. Нету, нету, нету. Ладно, тут довольно много полей. Сейчас пойдём на те. Мне просто нужно поле, чтобы дистанция была 100 метров. Нужно взять на 100 метрах. Ничего и никого пока. Так, что тут у нас так много следов. Вот она. Косуля. Давайте присядем. И будем её вылавливать. Где-то там. Вот она. 100 метров. Давайте возьмём 101 метр. 102. Да ладно. Нифига себе. А нет, взяли. Взяли, взяли. Просто я попал в ту область, где обычно... Ну, это слабенькая. Это, наверное, за счёт того, что слабенькая винтовка. Сразу стопроцентный бонус мы не возьмём. Но задание должны выполнить. Да. Последовательность. Поменяли ствол. Уже с нуля начинаем. Добудьте косулю. Взяли за 100 метров. Сейчас, наверное, скажут за 150 метров. Тут есть такие задания за 200 метров. Попробуйте, возьмите. Кто там? Добудьте 4 косули. Вот такое вот задание. А где? Везде. Просто 4 косули. И, кстати, это задание у нас как-то активировалось, что мы уже одну косулю взяли. Там лань. Лань мне особо не нужна. Пойдёмте дальше. Ваня-то лучший стример. Да ладно! Ваня, ждёшь лето? Жду. Честно говоря, жду. Потому что под конец зимы уже хочется, чтобы всё стало тепло. Футболочки, кроссовочки, шортики. Плюс здесь классно. Тут летом будем ходить к речке. Тут у нас всё рядышком. Так классно. Это не то, что там, знаете, в Харькове. Чтобы пойти покупаться где-то в речке, нужно поехать час, где-то ехать к этому озерцу, в котором барахкается весь город. Это совсем не то. Тут у нас Донец, река, проточная вода, прохладненькая, но зато ты знаешь, что она чистая. Я в ней купаюсь всю жизнь, с самого детства. Я умею плавать, я не знаю, наверное, лет семи. Я очень хорошо уже плавал. Потому что у нас в действие развлечения лето какое, это правильно. То есть в одних шортиках бегом на Донец купаться. Блин, это, конечно, жёстко. Само офигенно, это когда мы там делали эти тарзанки. И давай сигать! И сальто! И какие-то другие сальто! И на заказного! Это офигенно! Ну, не знаю, постоянно тарзанки кто-то ломал, или они сами ломались. Каждый год приходилось делать всю новую, новую, новую и новую. Кстати, это, по-моему, моя палатка, которую я тут оставил. А вот и косуля. Давайте позовём. Ага, погоди, я, по-моему, не поставил приманку, да? Давай на восьмёрочку. А вы, ребят, ждёте лето? Глеб, можно с кем-то? Тут есть сетевая игра. Можно играть вдвоём, втроём, в четвером, в восьмером. Можно охотиться на одной большой карте. Так что, ребят, если кого-то заинтересовало, покупайте данную игру, пишите мне на электронную почту. Основная моя электронная почта есть на главном канале в описании. Добавляйтесь. Ну, тут как, нет, друзья, тут просто создаёшь сервак, и когда ты заходишь в сетевую игру, там высвечиваются. То есть, сетевая игра и какую-то игру, это значит... Ух ты, а там лань. Пасётся. О-о-о, да там их много. И они бегут на этот манок, потому что у меня перк прокачан. Это, вообще-то, не их манок, но и шанс, что... Пройдёт какой-то другая... Это, кстати, четвёрочка. Ну, тут, в принципе, только серебро, если мы возьмём вот этого самца, который троечка. Ну, думаю, не стоит. Вот, по-моему, косуля уже подошла. Так что, я возьму косулю. Можно, в принципе, с лука взять. Я думаю, она близко подойдёт. Зачем лишний раз шуметь? Там же, по-моему, без разницы, да, по заданию. Главное взять... Да, добудьте просто четыре косуля. Будем повышать бонус. Да ладно. Ау. Что? Что, Вань? Смотри, дверь закроется. Чего? Чего? Что, пора? Пора купаться, да? Да, ребят, я буду заканчивать. Сегодня стрим будет небольшой. Всё, сейчас иду. Сейчас попрощаюсь со всеми. Ваня машет. Ага, так и всё. Ну всё, помаши сейчас всем. Ладно, ребят, спасибо, что пришли. Подписывайтесь на данный канал. Боже мой, а там ещё одна косуля. Ну, ладно, всё, Вань, помаши всем. Давай. И пойдём купаться. Да, у нас, честно говоря, мы в 9 купаемся. А сейчас уже 9.26. Всё, ребят, пока. Спасибо за то, что пришли. Спасибо, ребят, за ваши донаты. Всё, пока, ребят. Птички поют. Так, классно. Ай, Вань, не щипай меня. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...